Так, ну для начала скажу, что на видео катается фигуристка, которую зовут Мирослава Морозова. Тренирует ее Соня Фетченко. И казалось бы, как она связана с Алисой Ласко. А все достаточно просто, когда я увидел эту юную фигуристку, наверное, два или уже три года назад, и вот относительно недавно, я только не помню, это прошлый сезон или позапрошлый, Мирославе поставили практически ту же самую программу, с той же музыкальной композицией, под которую в свое время, в сезоне 15-16, каталась Алиса Ласко. Как пример, вы можете посмотреть ее выступление с первенства России 2016 года. Там она откаталась достаточно неплохо. И снова, при чем здесь Мирослава, а при том, что если мы на нее посмотрим, особенно на ее вращение, то как только я увидел эту программу, первая ассоциация, которая пришла в голову, это то, что Мирослава это улучшенная версия Алисы Ласко, пожелаем ей больших успехов в фигурном катании и ни в коем случае не повторить судьбу Алисы. Ну и что касается самой Алисы Ласко и ее интервью. Но вначале здесь нужно отметить два момента. Первое, это то, что Алиса, получается, ничего не сказав Алексею Мишину, отправилась в группу Этери Тутберидзе. И второй момент, Федерация фигурного катания Санкт-Петербурга просто-напросто запретила этот переход, и Алисе пришлось вернуться в Санкт-Петербург. Из вот этих двух вещей что следует? Первое. Очередной пример, когда ученик втихаря уходит от тренера, потому что боится сказать в глаза все как есть. Хотя, опять же, когда мы, например, говорили о Евгении Медведевой, очень дельные мысли были насчет того, почему бы не подключить родителей. Ну ладно, ребенок не может сказать, боится, это понятно. Но какого черта сами родители молчат? И потакают в том, чтобы уйти втихаря. Так что это первый момент, это было некрасиво, конечно. Ну и второй момент, кого и стоит винить, так это Федерацию фигурного катания Санкт-Петербурга. Мы сейчас не можем говорить наверняка, но из слов Алиса выходит, что Федерация фигурного катания Санкт-Петербурга загубила карьеру Алиси Лоско. А вовсе не Алексей Мишин. Но это уже дела минувших дней. Что же касается потенциала Алисы, не в первый раз вижу сообщение о том, что вот смотрите, Алиса Лоско, девочка с таким потенциалом, к сожалению, завершила фигурно-катательную карьеру. Где они, правда, увидели потенциал, это огромный вопрос. Если мы посмотрим на выступление Алисы, на ее катание, то здесь можно выделить только три вещи. Первое, которое толком не связано с фигурным катанием, но, скажем так, это приятный бонус. Это, безусловно, достаточно яркая внешность. Второй момент. У Мишина, как мы видим, только Елизавета Туктамышева из девушек, скажем так, как пример правильной техники. Тогда как если мы вспомним зубцевые прыжки и такие фамилии, как Самодорова, Нугуманова и Лоско, то, к сожалению, с этими прыжками Мишин им не смог помочь. Однако есть два прыжка, которые у Мишина прыгают все, и все они замечательные. Речь идет о Бакселе и о Риттбергере. Те три фигуристки, которых я уже назвал, у каждой из них замечательный двойной аксель и тройной Риттбергер. Но более того, возможно, кто-то еще помнит совсем юных на соревнованиях Лизу Нугуманову и Алису Лоско, то они одно время прыгали каскад тройной Риттбергер, тройной Риттбергер. И если мы говорим о Лизе Нугумановой, то поначалу у нее этот каскад очень хорошо получался, оба Риттбергера были докручены, и только потом начались проблемы. Но если мы говорим об Алисе Лоско, то я не помню такого, чтобы она хоть раз чисто приземлила этот каскад. Чаще всего на втором Риттбергере было грязное приземление, и он был недокрученный. Позже он стал вообще пониженный, и впоследствии Алиса стала прыгать 3-2, потому что она просто не могла докрутить тройной Риттбергер в каскаде. Поэтому, возвращаясь к тем вещам, о которых мы говорим, что касается прыжков, это двойной аксель и просто тройной Риттбергер, как сольный прыжок. Ну и третий, это безусловно вращение Алисы, которые поражали своей пластичностью и необычностью. Но на этом все. На одних вращениях и двойной аксель и с Риттбергером ты далеко не уедешь. Катание у Алисы всегда слабенькое было, у Алексея Николаевича, к сожалению, все слабо катаются. То есть о каком потенциале мы говорим? Да, была хорошая, яркая фигуристка, которая нам запомнилась своими вращениями. Но на этом все. Говорить о каком-то загубленном потенциале, особенно учитывая все эти проблемы с недокрутами и ребрами, ну о чем здесь говорить? Так что зря накинулись на Мишина, но было ему неприятно, что за его спиной ушла Алиса. Но здесь опять же все же вина Федерация фигурного катания Санкт-Петербурга. Если бы они не забанили этот переход, то кто знает, что бы было. Но в любом случае интервью получилось более-менее интересным, особенно та часть про магию Алины Писаренко. Вы прикиньте, какое это прибыльное дело будет. Сразу направить туда Медведеву, Хромыху, Сачеву, и все бы было просто шикарно. Медведеву, Хромыху, Корректор А. Продолжение следует...